И при этом люди уже съедали этот запас мяса, мясных продуктов к этому времени. Значит, это первое. Второе. Вот этот период как раз, в этот период коровы ходят в запуске перед отелом. Молока тоже нет. Понимаете? Опять нет белковой пищи. Третий вариант. Это ведь у нас вот сейчас, вот у меня сестра живет в деревне, у нее круглые сутки свет вылет в конюшне, и куры несутся круглый год. Когда-то света не было вообще. И куры тоже не неслись, хотя они там и сидели в этом хлеву, но они не несли яйца. Значит, смотрите, мяса нет, молока нет, яиц нет. Все. Человек вынужден был садиться на пост. И чтобы, ну, не было каких-то недовольств или еще чего-то, в общем-то, умные религиозные деятели придумали вот такую ситуацию. Вроде как пост. Но, друзья мои, смотрите, пост это, ну, с точки зрения религии, это не только пост напередительного тракта, но еще и пост духовный. Да? Я вам больше скажу. Вот в это время, во время Великого Поста, например, были запрещены отношения, близкие отношения супругов. Сейчас тоже запрещены. Были запрещены. Почему? Смотрите, давайте вот отсчитаем. Смотрите, март, 9 месяцев это будет декабрь. Декабрь, ноябрь, да? Зимние месяцы. Это у нас с вами, мы сейчас живем, у нас отопление центральное, да? И если ребенок родится, нам не проблема. Мы вот пойдем, он включен этот обогреватель и все. А раньше, когда люди жили очень скромно и топливо, в общем-то, было очень дорогое. Я еще помню, собирали там чищу в лесу, еще что-то, даже дрова нельзя было нарубить, потому что это было все частная собственность. Понимаете? Поэтому дети, которые рождались в ноябре, в декабре, они очень мало выживали. Можете себе представить? Вот. Поэтому, вот, пост как таковой, это вот много-много таких всяких разных слагаемых, который был создан для того, чтобы люди просто выживали. Ну и, наконец, еще такой вариант. Смотрите, совсем не за горами весенняя страда. Пахать. Это сейчас трактор пустили, вон, этот, Кировец, он там тебе вспашет, черти что. А люди, ладно, если у кого-то была корова или волк, впрягали в саху. А в основном, баба шла, значит, по страмках, а сзади мужик эту саху тащил. Поэтому люди, да, девчонки, вот правда, так и было. Поэтому вот это время, это было время отдыха. Отдыха. Чтобы напастись сил на весеннюю страду. То есть вот, что такое пост. Ну, я вам так, ну, по-простенькому объяснила, да? Мы с вами сегодня имеем, но и при этом тоже, например, вот я знаю, рыбу ездить было нельзя, только вот вербное воскресенье и все. Но была такая еда, такая странная. Значит, вот у осетровых рыб, у них же позвоночника нет, у них есть струна. Вот, так вот эту струну высушивали? Свяга. Хм? Свяга. Нет, она свяга называется, сейчас вспомню. Ну ладно. Не важно. Не буду сбивать. Ага. Значит, вот эту струну высушивали, а потом ее измельчали, замачивали в горячей воде и ели. И это очень сытная, питательная еда, это хрящ, это аминокислоты, друзья мои. Вот, потом, вот мы сейчас, например, с вами из круп что едим? Ну, гречку, ну, иногда пшено, ну, иногда манка. Вот мы, например, совсем не едим перловку. Нет. Ну, или редко, да? Хорошо, что вы едите. Очень хорошо, потому что перловка тоже очень питательная крупа. Вот, но, например, мы практически уже не едим горох. Например, в магазине не купишь хорошие гороховые муги. А в свое время, вот, горох, это была еда, белковая пища. Значит, из нее готовили кисели, значит, там всякие варили. Горошницу. Горошницу, пироги пекли, там, еще что-то. То есть, смотрите, друзья мои, питание, это все равно как-то, ну, было разнообразным. Было разнообразным. Можно было блины печь, например, вот, я знаю. Они, значит, вместо яиц складывали крахмал, вместо молока вода обыкновенная. Потом хлеб был ржаной. Мука была ржаная. Она более питательная, чем вот наша современная мука, белая, пшеничная, высшего сорта. Там в ней уже ничего нет, кроме крахмала, да? А в черной, в ржаной муке, там, например, все витамины группы В. Вот, поэтому другое питание было. Поэтому, друзья мои, вот таким образом, да? Но если уж вы сейчас отдаете дарь старине и тоже решили поститься, то, пожалуйста, у нас в роднике здоровье есть замечательный пример пребиороз. Соевая мука. Соя, это тоже из тех же бобовых, поэтому аминокислотный состав очень богатый. Поэтому можно пользоваться этим. А если, например, человек, вот не зная всего этого, что во время поста нам все-таки нужно эту норму суточную соблюдать, правильно? Конечно. То есть, когда пост начался, она же ни у кого не отменена. Вот если, например, он ест только теперь макароны, хлеб, там, ну, грубо говоря, картофель, капуста и так далее. Вот, что же с ним будет происходить, если, например, вот эти аминокислоты, они вдруг убавились? И все с тем, что вы говорите, что весь гормональный вот этот вот... Меняется гормональный фон, человек быстрее утомляется. У него падает активность мыслительная, мыслительная деятельность, запоминания ухудшаются, память ухудшается. Но это еще не все. Очень часто начинаются и недомогания всякие разные. И даже вот, я знаю, у молодых девочек даже меняется менструальный цинус. Это все только лишь потому, что мы постимся неправильно. Мы едим не ту еду. Мы едим еду богатую углеводами, но очень бедную аминокислотами, то есть белками. Поэтому тут уж каждый человек сам себе должен что-то придумать такое. Конечно, горох есть не будут, но вот я говорю, у нас в роднике здоровье, например, есть плевиороз, есть лицетинороз, тоже, пожалуйста, можно. У нас есть витамины, витаминные комплексы, серия жирные витамины, серия фритококтейли. Поэтому с родником здоровья можно ползать. Давайте предположим, например, у человека нет у него аминокислот, суточная потребность. Что с ним произойдет, скажем, как может человек определить, что у него не хватает внешне? Как он или какой-то, кроме физических состояний? Ну, кроме физических состояний, если только сдать кровь, тогда анемия в первую очередь, то есть пониженный гемоглобин. Вот, пожалуйста, это тоже показатель внешне, может быть, он больше спать ему хочется, он больше, его на солнце время тянет, такого человека. Еще чего хочешь от меня, сколько вопросов задает. Вот, ну, значит, смотрите, друзья мои, давайте о чем еще поговорим. Я бы хотела с вами сегодня, знаете, о чем поговорить? О двух очень интересных железах, вот, о поджелудочной и о кинусе, о вилочковой железе. Потому что я еще раз говорю, что вот, а, нет, щитовидная железа, поджелудочная железа и кинус, или вилочковая железа. Вот эти три. Ну, а про щитовидную тоже удобно, надо слово сказать. Значит, посмотрите, девчонки, почему я именно хочу об этом поговорить? Потому что чаще всего выходят из строя вот эти три. Выходит из строя работоспособность вот этих трех желез. Самое поразительное, что если происходит сбой в работе какой-то одной железы, она вот прямо тянет за собой всю цепочку. И идет сбой везде, во всех железах внутренней секреции. Точно так же, как, например, если неоправданно человек начинает пить гормоны, то есть повышается гормональный фон какой-то одной железы, тогда и все остальные железы тоже, работа всех остальных желез тоже выходит из строя. Поэтому, если вам назначают какие-то гормональные препараты, и врач, допустим, говорит, через две недели ко мне на прием придете, надо обязательно эту рекомендацию выполнять. Врач вам предложит сдать анализы. Крови, мочи и так далее. И определит, достаточно ли этого курса, или его надо продлить. То есть от врача открещиваться в данном случае нельзя. Ни в коем случае. Да как и вообще в любом случае. Все-таки у них там и диагностики есть современные, и они много знают в своей узкой специализации. Ну, с чего начнем? С 4 железы. Давайте поджелудочно. Поджелудочная железа. Ну, давайте поджелудочная железа. Значит, вообще поджелудочная железа, это железа смешанной секреции. Она, во-первых, вырабатывает гормон, который называется инсоклин. И она вырабатывает ферменты пищеварительные, которые расщепляют. И белки расщепляют, и углеводы расщепляют, и жиры расщепляют. Там очень много. Ну, как железа внутренней секреции, она нас интересует, как инсулиновырабатывающая железа. Что такое инсулин? Это гормон, который регулирует количество сахара в крови. Да? Количество сахара в крови. Значит, сахар, ну или сахароза, как ее еще иначе называют. Это вещество сложное, состоит из двух частей, из глюкозы и фруктозы. Две молекулы соединены между собой, и получается вот такой вот сахар. Сахар, но это еще не все. У нас углеводы есть более сложные. Например, крахмал, это тоже углевод. Тоже состоит из целой цепочки, самых разнообразных, значит, из цепочки, большой цепочки фруктозы. И вот эта цепочка, когда соединяется, образуется крахмал. Ну, все крахмал знают. Кисель все ели. Все ели. Сахар тоже все ели, да? И вот в принципе, в принципе, без углеводов нам никак нельзя. Потому что есть в каждой клеточке нашего организма, есть особое образование. Называется митохондрии. И вот в этих митохондриях как раз происходит вот такой большой-большой круг обмена веществ. Одно вещество превращается в другое, второе, в третье, третье, в четвертое и так далее, и так далее. Это называется цикл Крепса, в результате которого вырабатываются вещества, дающие нам энергию. Эденезин-трифосфат, который потом превращается в дифосфат, монофосфат и так далее. Это наша энергетика. Это наша 36,6. Это наша активность, это наша подвижность. Это, значит, то есть углеводы-то нам очень нужны. Без них нам никак нельзя жить. Особенно углеводы нужны людям, кто занимается активно-мыслительной деятельностью. Это ученые, это студенты, это писатели, это люди думающие, это люди пишущие, как наша Нина Александровна, например, да? Греа. Школьники. Школьники, да. Да и в садике тоже. И в садике сейчас, там уже университеты проходят в детском саду. Поэтому углеводы нужны в очень большом количестве, в первую очередь, нашим клеткам головного мозга, нашим нейронам. Из них они никак не могут жить. Поэтому у меня вот внучка, когда собирается в свой университет, смотрю, опять зеленый чай завалила. Раз зеленый чай, значит без сахара. Думаю, боже мой, до пяти вечера сидеть, внимать, говорю, что она там? И я уж с утра сама завалила ей черный чай, а черный чай, это, значит, даже две ложки сахара положу. Поэтому вот мы с вами можем регулировать. То есть сахар утром обязательно всем, да? Особенно тем, кто много думает. Но, друзья мои, вот этот сахар, да, вот этот сахар, который к нам приходит, и неважно, там, допустим, крахмал или еще что-то, вот его надо в нашем организме разделить на одну молекулу, только на одну молекулу. Только тогда усваивается вот этот продукт под названием фруктоза. А глюкозу, значит, особые ферменты еще и переворачивают вниз головой и забирают у нее, значит, там, два атома и тоже превращают в глюколу, тоже превращают в фруктозу. Так вот как раз вот эту реакцию, вот эту реакцию расщепления как раз и производит фермент, ой, гормон под названием инсульсулин. Вот, так что есть такая вещь. Значит, если происходят какие-то сбои в организме, тогда поджелудочный реакцию вдруг перестает вырабатывать этот инсулин. Значит, инсулин вырабатывается в особых островках Лангенгарса, так называемых, да? Вот, это особые островки, которые состоят из группы клеточек во всей поджелудочной железе. Ну, а так они как обыкновенные клеточки, они состоят из оболочки, и драм, значит, каких-то там структур, которые вырабатывают этот инсулин. И как любой другой клеточке, ей нужны питательные вещества, а мы об этих питательных веществах уже говорили. И, значит, каждой клеточке поджелудочной железной души аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, минералы, вода. То есть как любой другой обыкновенной клеточке. Что не любят клеточки поджелудочной железы из островков Лангенгарса? Они не любят то же самое, что не любят и все другие клеточки нашего тела. Чего они не любят? Яды, токсины, оксиданты. То есть все то, что эти клеточки разрушают. Как появляются эти ненужные враги в нашем организме? Ну, опять же, с пищей, с водой. Но, оказывается, девчонки, это все еще поправимо. Два страшнейших врага есть у всего человечества. Первое – это стресс. А второе – это недосып. Со всем остальным наш организм худо-бедно справляется. Но если мы с вами недосыпаем, и если мы с вами нервничаем по поводу и без повода, а если повода нет, мы его придумаем и начинаем накручивать, все, друзья мои, точно так же, как клетки головного мозга, точно так же и клеточки островков Лангенгарса под этим воздействием. А можно я здесь немножко договорю? Вот смотрите, понятное дело, что вы говорите, если человек, например, стрессует, то это враг. Ведь, смотрите, если, например, человек голодный, он же не может быть добрый, спокойный такой какой-то, да? Не может быть? Это потому, что это злая и голодная, да, или злая и голодная. То же самое и клетка. То есть у нашей клетки тоже голодают. Потому что в основном я хочу как бы дать понятие, такое замгнуть на моменте понимания, что для того, чтобы не быть злым, нужно опять же правильно питаться. То есть они... Нагомить в первую очередь ту же самую клетку, да, кажется? Конечно. Ну, даже если мы их все равно не сможем, мы же, как говорится, неизолированы живем. Все равно кто-то нам на ногу наступил, кто-то нахамил, кто-то нагрубил, кто-то еще что-то. И то ребенок плохо спал, то еще что-то. То есть мы не можем сами себе устроить в 365 дней в году спокойную жизнь. Это естественно. И, конечно же, как бывает, в клеточке лангенгаса тоже восстанавливаются при полноценном питании. Я с вами согласна. А, например, более-менее нормальная ситуация. Вот все. Ну, не так ругаются. Ну, повезло. И в семье более-менее хорошо. И все. А человек вот плохо ест. Он же себе на родном месте все равно проблем найти. Естественно. Правильно? То есть, конечно. Вот бывает такое, что говорят, с жиру бесится. Вроде все у него есть. То есть это означает что? Это означает то, что у человека, вот почему он с жиру бесится? Он нервничает и все ходит, у него все равно нарушен обмен веществ. Нарушен обмен веществ. Нарушена деятельность нервной системы. Поэтому все замкнуто. Из-за чего? Из-за нехватки питательных веществ и методовых веществ. Конечно. Так не только. Вот смотрите. Если мы не доедаем, допустим, если мы не доедаем белков, какая разница, где эта клеточка расположена, то ли тут, то ли тут, то ли в яичнике, то ли еще где-то. Вот, Алена, такой простой пример. Через родник здоровья очень много молодых девчонок прошло, которые не могли забеременеть. Мы все женщины, да? Приходит Ангелина Александровна дать совет. Какую программу, значит, вот, для себя применить? Я говорю, вес-то какой? 54, а рост 162. Вот говорю, наберешь 8 килограммов, и беременность сама по себе появится. И сколько таких случаев, пожалуйста? Нехватка веса, нехватка веса, недостаточное питание, а мы хотим детей. Да, плод-то от мамы, что будет брать там? Организм-то говорит, матушка моя, ты себя-то еле носишь, тебя-то еще кому-то надо, так ты хоть себя-то накорми, свои таблеточки накорми. Все, Алена, отсюда все. Какая разница, где это находится? Хорошо, а пусть вес хороший, но, тем не менее, он набирается за счет углеводов больше, чем за счет белка. Если, например, белка не хватает личником, да, выработки, то есть беременность тоже не наступит? Тоже не наступит, я с тобой согласна с этим, да, я согласна. Поэтому сразу же составляем такую программу человеку, чтобы он набрал белковую компоненту, а не углеводную. Все. Так что вот, друзья мои, так, еще, Алена, если бы просто, или я могу продолжать. Так вот, смотрите, друзья мои, значит, если инсулина вырабатывается недостаточное количество, то возникает нарушение обмена веществ под названием сахарный диабет. Да? Значит, то у нас есть инсулинозависимый, есть неинсулинозависимый, первого типа, второго типа, но все равно и в том, и в другом случае нарушается расщепление молекул сахара до фруктозы. Что происходит в данном случае? Тогда поджелудочная железа начинает работать на износ. Давайте так, я не буду говорить по-научному, да, я просто вот расскажу на бытовом уровне. Вот смотрите, значит, инсулина вырабатывается мало, сахар не расщепляется, он приходит в кровь, он все равно всасывается в кровь, приходит, стучит в клеточку головного мозга, клеточка открывает дверь, а тут сахар стоит. Она, значит, набирает номер телефона, звонит поджелудочной железе и говорит, мать, ты что там, спишь что ли? Сахар за дверями стоит, решил меня отравить, убить, где твой инсулиной? Она говорит, даю, даю, как даю? сахар в крови, сахар в крови. Значит, что надо сделать поджелудочной железе? Надо ей провести ревизию, чего ей не хватает. А может, нехватка инсулина, например, обуславливаться тем же, нехватка, той же нехваткой именно кислот? Конечно, тут причин может быть много всяких разных. В первую очередь, это неправильное питание именно таких клеточек, клеточек, вам зенгарса, да? И вот смотрите, что происходит. Чаще всего... Наталья, подожди, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ирина, выключите, пожалуйста, телефоны. Значит, смотрите, девочки, сегодня есть те, кто первый раз, поэтому я повторю, покажу вам картинку такую маленькую, да? Вот смотрите, друзья мои, чего может не хватать поджелудочной железе, почему она вырабатывает, может быть, даже и вырабатывает инсулин, но почему-то он вдруг не расщепляет вот эту молекулу на две маленькие частички. Оказывается, очень простая вещь. Первое, чего не хватает, это не хватает обыкновенного микроэлемента под названием силен. Почему у нас есть программа силенизации населения, подписанная на уровне государства, на уровне правительства? Кто знает об этой программе? Ну, тот, кто в роднике, давно тот знает. У нас есть государственная программа силенизации населения. Мы с вами государственные люди. Вот, все, кто сидит сегодня, вы уже знаете о том, что существует государственная программа. Понимаете? вот смотрите, давайте представим себе, что вот этот инсулин это вот такой вот ключик, да? Большой, тут вот белковая молекула такая, тут, значит, какие-то присоединения есть, да? И вот смотрите, вот есть ключ, он открывает какой-то замок. Замок открыли, открыли дверь, вошли в заветную комнату. Значит, надо выйти из этой комнаты, опять вышли, снова закрыли комнату. ключ работает. Согласны со мной? Он работает. А теперь давайте представим себе, что у этого ключа отпала вот одна, ну вот, самая-самая маленькая вот эта вот бородочка, кусочек металла отвалился. Ключ в целом есть? Есть. Есть. Но если мы будем открывать ту заветную дверь, которую мы открывали до того, как потерялась эта частичка, откроем ли мы этот замок? Нет. Понимаете? Ключ есть. Но он не открывается. Почему? Сломал. Да, он сломался, потерялась вот тут вот маленькое гнездышко. Так вот, смотрите, то же самое происходит и в молекуле инсулина. Если в организме, в крови не хватает всего нашего селена, то представьте себе, что вот этого селена нет вот тут. Четыре атома. Гнездышко такое маленькое, состоящее из четырех атомов селена. Ну, только под электронным микроскопом можно рассмотреть. Все, больше нигде не увидите. И этот инсулин вырабатывается, вырабатывается, но он не работает. Его много. Потому она говорит, ты что, дорогой, я пошу, тут уже вся усмехника, нет, вся вспотела, вся мокрая, просто на саду выдает этот инсулин. А сахар все равно пришел и стучит мне тут в клеточке головного мозга. Потому что этот гормон не работает. Так вот, компания Родник здоровья, выполняя эту государственную программу селенизации, предлагает нам селен во всех видах, в каких только можно. Жидкий, пожалуйста. Таблетированный, пожалуйста. В кремах, пожалуйста, отаблетированный, шестивалентный, пожалуйста. Значит, шестивалентный это у нас витоселен шестивалентный, это у нас пшеничные проростки с тыквой. У нас есть селен четырехвалентный, это селенохелл. Любой, и есть даже двухвалентный, самый усвояемый, это селенорозы. Селенороз один, селенороз два. То есть у нас компания, идет по государственной программе. Ангелия, она означает ли то, что если, например, все-таки поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но при этом не хватает селена, это провоцирует, например, артериальное давление? А как? Конечно. Дело все в том, что я-то вам рассказала только про клетки головного мозга, но сахар разрушает вообще все клетки, какие есть в нашем организме. И в первую очередь это клетки кровеносных сосудов. И артерий, и капилляра, и вен, поэтому и артериальное давление тоже от этого может быть. И проблемы с сердцем это тоже может быть. И проблемы со зрением, и проблемы с кожей, и с пищеварением. Да совсем, совсем, потому что селена входит в состав всех ферментов и всех гормонов, которые вырабатываются в нашем организме. И вот норма, рассчитанная учеными, значит, это 180-240 микрограммов на литр крови. У россиян это где-то в среднем 80 микрограмм. А у нас даже меньше. А у нас сейчас по мураме это 60. А это уже, знаете, это уже граница между жизнью и смертью. А вот смотрите, еще как говорят, например, вот пришли в родник здоровья, пропили баночку, пропили две, да, и говорят, а сколько надо его пропить? Все, в кашу и сержите. А почему? Почему? Потому что мы с вами открытая система. У нас есть рот, и у нас есть еще одно отверстие, через которое... Ну, два. Ну, в принципе, даже три. У нас еще и кожа есть, да? С потом тоже в грех. Мы открытая система. Вот все, что в наш организм пришло, сколько-то там кровью поймала кровь, что-то разнесла по клеточкам, все, что мы с ним вынесла, и все. Поэтому мы же не едим один раз в жизни, да? Мы желательно бы есть 4-5 раз в день, вот, хоть и понемножку. Почему? Потому что тоже только лишь потому, что мы открытая система. Нет такого, чтобы вот вечного двигателя нет в нашем организме. Поэтому все продукты, которые мы употребляем, каждый день... И что это теперь вот всю оставшуюся жизнь? И всю оставшуюся жизнь? И банки вот ваши кушать, вот это, да? Ну, которые раньше без этих банок жили. Нет, ну почему? И мы тоже живем, кто-то и сейчас живет без этих банок. Только живет меньше. Вот и все. Ну, уж раз на все пошло, давайте я о себе расскажу. Мне 65, да? Я пришла в день здоровья, подписала соглашение 5 декабря 2000 года. А 6 декабря я купила уже первые продукты. И начала есть, купила и для себя, и для внучки. Девчонки, 13 лет назад, ну, я была просто труп. У меня с 10 лет остеохондроз. Началось с шейного остеохондроза, потом пошло ниже. Это, значит, первый признак того, что у меня усваивается кальций. Несмотря на то, что я деревецкая девица, на парном молочке, на свежем творожке выросла. Однако, вот, в 52-м годам уже был живой труп, можно сказать, потому что все болело. В голове летали молнии, головные боли, скорая помощь, уколы. Значит, все. И, ну, наверное, у меня единственная мысль билась в голове. Я хочу жить. Ну, что это такое, 52 года дожить хочу. Конечно, не целованная. И не говори. Хочу жить. А когда просишь у всевышнего жизни, он тебе дает. И мне попала в руки книга «Майя Гогула. Закон и здоровье». Кто читал такую книгу? Инна Александровна читала. Я когда-то прочитала, я же химик-биолог, папа, звали, а химик, кандидат химических наук. И когда я прочитала, думаю, боже мой, я столько лет мучилась, меня кололи руколами, меня, значит, там, эти иглы укалывания, эти всякие массажи, значит, там, ну, чего только со мной не делали. А всего-то на всего в моем организме не хватало кальция. Всего-то на всего, да? Да что же, я вот теперь его всю жизнь не ем, этот кальций. То кальций с брусникой, то кальций с черникой, то кальций роз, то еще что-то. Вот в результате я сегодня себя чувствую лучше, чем я чувствовала себя в 45 лет. Хотя на 20 лет стала старше. Ангелина Санна, у меня такой же вопрос. Вот смотрите, вообще, я думаю, что очень мало людей задумывается, откуда к нам приходят вот эти все микроэлементы. Они же нам попадают с едой. Понятно? А почему, например, нам нужен селен? Я просто знаю, что еще лет 10 назад говорили, что именно Уральский регион, где мы проживаем сейчас, он отличается тем, что у нас селенодефицитные регионы. Вообще вся Россия селенодефицитная. У нас самая богатая страна по содержанию селен в почве – это Канада. Вот селен-девчонки, ну, они, конечно, моложе меня, да? Девушка сидит моложе меня, вот еще одна девушка моложе меня сидит. Да. Но, помните, девчонки, в Советском Союзе зерно, пшеницу закупали где? В Канаде. И все говорили, а ты что у нас в Советском Союзе? И в Саврополе, и в Краснодарский край, и черт-те что, и столько зерна, и мы в Канаде хлеб закупаем. А потому что в килограмме муки канадской 108 микрограммов сирена, а вот в нашей Уральской только 20. А почему так? Так это нам вместо килограмма муки канадской надо снять 5 килограммов нашей перстой муки. Ну, что, коровь, что ли? Понимаете? Почему почву-то не обогащают какую-то бы... Это уж боженько так бросил, что в Канаде есть у нас. А зачем обогащать почву, когда можно обогатеть кишечник? Слышите, пожалуйста, а как без рекомендаций доктора можно сирену употреблять? Сирен, да. То есть купим препараты, какие кушаешь? Конечно, да. Если ты знаешь, что у тебя еще проблемы с поджелудочной железой. Конечно, и не только с поджелудочной железой. Более 80 заболеваний хронически возрывается. Более 80 заболеваний. Более 80. Более 80. У нас 11 систем в организме, но заболеваний более 80. Более 80, если не хватает сирена. А в первую очередь сердечно-сосудистая. Сердечно-сосудистая, онкология. Да, в принципе, очень много всяких разных ситуаций неблагоприятных. Значит, смотрите, допустим, ну, допустим, вот, допустим, у нас 80 микрограмм, а нам от 240. Сколько нам еще не хватает? 160. 160. В каждой таблеточке, вот у нас таблетированная продукция, но таблетки, многие говорят, ой, ну, мне уж эти таблетки надоели. Это удобная форма хранения продукта, перевозки, да, насыпать удобно таблетку, а не порошок. В каждой таблетке, ну, сколько я вот не знаю, у нас 50 микрограммов. Если вам не хватает 160, значит, вам надо 3-4 таблеточки съедать. Это раз. Во-вторых, усвояемость у каждого продукта своя. Например, у жидкого неосмена усвояемость где-то 30%. А вот, а у Селена, Селена Рос, там Селена Пират, у него освояемость 92-94%. Это в таблеточках, да? Тоже таблетированная шансовка. Вот, поэтому, видите, тоже по-разному. Поэтому вот, Селена, в первую очередь. Давайте поаплодируем Селену. Аплодировать вам тогда, когда каждый в ванночке купит. Хорошо, поаплодируем. Я просто немножко дополню. Я просто про Селен помню очень давно. Еще мы как бы в одно время живем. Ну, то есть с поколением постарше, как для целого. Вот. Где-то, наверное, еще до 2000-го года уже говорили о том, что нужно употреблять Селену. Он был, представляете, такие пузыречки, помните? По-моему, даже это наша продукция лапинская, да? Нашего вот... Биомета. Биомета, по-моему, даже. Вот. Мы его начинали немножко употреблять, но то, что он был жидкий, как-то вот не хотелось там заниматься. Можете разводить его на руках, да? Да. Не было еще этой компании, вот насколько я понимаю. Да. Вообще, по Селени заговорили в 1983 году, когда была международная конференция в Японии. Наши ученые из Четинской медицинской академии, в частности, наш покорный слуга Ощенко там был. Вот. И вот уже тогда заговорили впервые о Селении. Причем тогда в Советском Союзе разговора вообще еще не было. Причем очень странно. Вот я же сельская девица, да? Значит, вдруг коровы начали бать не коровы, а телята. Телята рождаются, неделю проходит, трехкраска выгнулся. Беломышка. Что такое беломышка? Значит, это сердечная, белая сердечная мышца. Нехватка Селена. Кормов-то нет. И им начали делать прививки телята. Представляете? Селена, содержащий продукт. Телята. Так это еще было... Это был 68-й, вот где-то год 70-й. Представляете? И только в 83-м году заговорили про Селен, что он нужен и людям. А 365 и 366 дней в году? Да. 366 дней в году. Желательно два раза в день. То есть в год это получается, если, например, человеку нужно... Ну, пусть, скажем так, ну пусть даже 102-160 микрограмм в день, да? Ну пусть. То есть это, грубо говоря, получается на человека на две банки в месяц, да? 24 баночки в год. Маленькие? Плюс. Маленькие. Два дочки. Ну у нас есть большие, например. По 100 таблеток, например, есть. На месяц вполне хватит тебе одной баночки с чесноком. На месяц, да? Так что все нормально, все. Как человек хочет, так и делает. Значит, теперь вопрос о том, почему Селена не добавляется никуда, в кочу там или еще куда-то, да? Вот смотрите, друзья мои, в кочу, конечно, добавлять можно, но... Кто это будет делать? Ну, на той идее, значит... Сейчас, да и раньше-то не надо было, а теперь, вовсе, главное упасть. Да, сейчас не надо. Поэтому бесполезно. Но, если у вас есть сдача, вы можете обогатить Селену своим овощем. Да, у нас есть Селеновое удобрение. Можно, но уже нет. Да можно обыкновенный Селен, нейтральный. Да, поливать, значит, там огурцы, помидоры. Конечно, поливать не будете. А огурцы, помидоры, мелочь, пожалуйста. Но только то, что вы не будете знать, сколько там Селена, понимаете? Вот. А здесь уже вот, ну просто вот купили утром с закрытыми глазками, бросили. Да, уточные. Да, и все, девчонки, это очень все просто. Я считаю, что вот нашим ученым уже при жизни памятники надо ставить. При жизни. Потому что они думают о народе. Понимаете? Ну, раз уж о Селене разговор зашел, опять уходим, конечно. Еще знаете, что делает Селен? Значит, кроме того, что он уходит в состав всех ферментов и гормонов, это еще и очень хороший строитель. Он строит клеточку, вплоть до оболочки ядра. Он чистит клеточку, выбрасывает оттуда все ненужное. Все тяжелые металлы, там, допустим, ртуть, стронцы, недописленные продукты. Это все он выбрасывает. Но и это еще не все. Вот он приходит в клеточку, пыхтел-пыхтел, старался-старался, чистил-чистил, драйв-драйв, ну, бесполезно, ну, разваривается она. И он ее отстреливает. То есть он видит, что она вот не сегодня-завтра в атипичную клетку превратится. Он ее раз и отстреливает. Понимаете? Поэтому Селена – это уникальнейший продукт. Это здоровье нации. Поэтому недаром государственная программа, под действием, конечно, ученых, это все было подписано, но спустили эту программу селенизацией в Министерство здравоохранения. Ну, как у нас бывает, Министерство здравоохранения, да, Санна Финкнадзору. Санна Финкнадзор почитал. Чего? Куда это я пойду? Кого это я? Вот это говорит, раз, под зеленое сухно, и все. Понимаете? Поэтому молодцы, что вы сегодня пришли сюда, потому что это наше с вами спасение. Это Селена. Так, что еще в поджелудочной железе очень полезно? Значит, есть у нас такой продукт под названием Тепинамбур. Да? Растение. Выращивали когда-то, да, терли на терке, обдирали кожу. Ну, у меня папа выращивала на терке, терла я. Поэтому, когда я пришла в Родине Здоровья, я увидела тут янулин. Стопроцентный порошок Тепинамбур, я думаю, боже мой, боже мой. Ну, еще раз говорю, что этим людям надо память при жизни ставить. Так вот, в этом инулине, это уникальнейшее растение, ему надо посвятить отдельную школу. Но я сегодня только скажу в отношении поджелудочной железы. Там содержатся короткие фруктозные цепочки. И когда мы кушаем Тепинамбур, вот говорят, сколько можно скушать? Четыре. Ой, что так много, я буду только две. А когда мы кушаем Тепинамбур, наша поджелудочная железа в отпуск уходит. Потому что ей инсулин не надо вырабатывать. Мы ей курорт устраиваем. У нас Тепинамбура очень много. У нас есть 100% Тепинамбур и нулинороз называется. У нас есть диабироз 52% Тепинамбура. У нас есть антивироз 48% Тепинамбура. Стоит копейки. Потому что в каждой таблеточке столько полезных веществ, сколько в полкилограмма сырого исходного продукта. Вот если вы 4 таблетки съели, это вы съели 2 килограмма Тепинамбура сырого. 365 дней в году по 2 килограмма сырого Тепинамбура. Это невозможно. У нас же вот их можно почистить. Вот, друзья мои, и еще есть один несправедливый. А про Тепинамбура можно, знаете, здесь что сказать? Очень красноречиво, кстати, что когда была Чернобыльская АЭС, и именно клубник Тепинамбура сажали в зоне Чернобыльской аварии. Ну, я говорю, что это вообще уникальный продукт. Значит, это растение накапливает радионуклиды, тяжелые металлы во всех своих частях. В листьях, стеблях, значит, в плодах, в соцветиях. И только в клубеньках не накапливается. Вот это тайна за семью печатями, значит, за семью замками. Даже ученые над этим пока трудятся, но не могут ответить на вопрос, почему именно в клубнях не накапливаются ни тяжелые металлы, ни радионуклиды. Так это ладно, что тут еще есть вот эти фруктозные цепочки. Когда проходит вот этот Тепинамбур через желудочно-кишечный тракт, он наклеивает на себя, вот как каучук наклеивает пух перо с сукна, точно так же этот Тепинамбур, проходя через наш желудочно-кишечный тракт, наклеивает на себя все ненужное. Яйца глистов, сами эльминты уходят, значит, эти же тяжелые металлы и радионуклиды, которые мы вдыхаем, которые приходят с пищей, с водой, да. Вот это тоже уникальный вот такой продукт. Ну, я уже говорила о том, что там еще есть крем-неорганические соединения в этом Тепинамбуре, которые, напухая под действием соляной кислоты, выстилают все трубочки нашего тела тонким-тонким слоем геля или киселя. Мы не гадали бы стаканы из-под киселя, они скользкие. Так вот такие же скользкие становятся и наши внутренние поверхности трубочек, сосудов всех, желудочно-кишечного тракта, мочеточники. Я всем рассказываю историю, которая произошла у меня в 2001 году. У моего мужа, значит, друг, у него в одной почке было три больших камня, в другой почке огромный камень, и там уже почка начала смачиваться. Он сидел на каких-то добавках зарубежных, очень дорогих, вот, и, ну, толку уже не было. И человек уже был в таком стрессовом состоянии, что просто загремел на революцию в 56. Ну и прежде чем туда уйти, значит, Анатолий Иванович говорит, слушай, приди тут, моя Ангелина чем-то занимается. Чем-то, заразу какую-то распространяется, понимаете ли. Ну вот он пришел, я, значит, ему рассказываю, а я тогда в таком была, в эйфории. Я пришла в такую кампанию, тут такое, ну, все такое чудесное, просто все такое замечательное. Я ему, значит, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, а он сидит такой, напиши, что мне купить. Ну вот я ему и написала, что купить. Значит, не Василен, топинаму, значит, Эвиту, вот, и Катя Кушник. Все, четыре продукта, он говорит, где купить. Я ему написала свой номер, потому что у нее соглашение, ни о чем разговор не шел. Я ему написала свой номер на героев Хасана Сейгна, там у нас был склад такой, ну, не такой, шикарный, но тоже. Вот он туда, значит, сходил, вечером звонит, я все купил, я завтра утром туда, в больницу иду, ну, ладно. И пропал, и нету. А нет, вру. Он, значит, это, утром позвонил и говорит, я все взял, кроме Эвиты. Я говорю, ну, о чем? Так я молоко вскипятил, градусник туда всунуло, он у меня лопнул. А тут туда вылилось, я, говорит, все, унитаз вылил. Ну, я взял сирен, взял, значит, инулинорос и взял кальций с бульсникой. И тишина, и нету звонка. Я говорю, где твой Михаил Афанасьевич-то? Не знаю, он не звонит. Ну, ладно, ты к нему в больницу попадешь, да, мне некогда. Ну, и все, ну, не звонит и не звонит. Проходит две недели. Утром звонок, берут его в поле. И такой голос испуганный. А у меня песок пошел. Я говорю, черт, как вы поняли, Михаил Афанасьевич? Так я, говорит, утром пошел пописать, а песок, говорится, в унитаз стучит. Я говорю, так ведь это хорошо. Голос-то чего такой испуганный? Так мне же не больно. Может, у меня уже и почки отходят. Ну, пришлось человеку объяснить. Он начал пить кальций. Концентрация кальция в крови увеличилась. Песок начал потихонечку растворяться. И он не нужен больше в почках. Раз в крови кальций есть, что лишний песок держать тут, да? Вот. А когда песок идет по мочеточек, у мужчины лезут на стенки. Просто от боли. Потому что они там царапают эту слизистую оболочку. И кровь, и боль, и все остальное, и прочее. И он правда испугался. Как это? Песок об унитаз стучит, боли нет. Крови нет. Я говорю, так это вот януни. Он набух. Выслал стенки мочеточека слоя киселя. И песочек скользит тихонечко. И не больно. Так что... Хочите больно, не пейте. Да. Хочите больно, не пейте. Хотите, не больно. А вы знаете, друзья мои, вот мы с вами рукаем, конечно, американцев, да? Но иногда с них надо брать пример. У них норма. 9 грамм инжелина в день. Если мы по 4 таблеточки съедаем, а 0,5 грамм, то у нас получается всего 2 грамма. Так это поскольку надо есть таблеток чистого инулина в день, чтобы сравняться с американцами. Потому что это настолько уникальнейший продукт. Особенно нас с вами в городе, где вот эти выхлопные газы, где это без спирен, где все эти тяжелые металлы, да, свинец, олова и все остальное прочее. Поэтому нам надо это просто есть тоннами. А не спрашивать 4 таблетки, это много, я буду есть только 2. Да хоть 2 это ешьте, хоть 2 это ешьте. Слава Богу, и то будет хорошо. Ну, вот поджелудочная железа. Значит, еще что хочу сказать. Буквально последнее открытие ученых отказывается. Поджелудочной железе еще очень нужен цинк. Цинк. Поэтому у нас, значит, полноценный инсулин еще вырабатывается именно и когда цинк присутствует в большом количестве. У нас тоже цинк, содержащий продукты есть. Есть биоцинк со спорогиновой кислотой. И у нас еще очень много цинка в очень уникальном продукте, который тоже работает во многих направлениях. Это шиповник с вишней. Шиповник с вишней. А еще очень много цинка в питательных коктейлях. И в питательных коктейлях. Точно. И в питательных коктейлях. Ну вот, получается, что вот эти 3 продукта для здоровья нашей поджелудочной железы. А у нас еще щитовидные лептики. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok